Мир вам и благодать да умножится! Приветствую вас, вы в прямом эфире, я Максим в Максим, приветствую всех тех, кто смотрит меня через телеканал СНЛ, приветствую всех, кто смотрит через YouTube, через лайвстрим, всех, кто нас смотрит в онлайне. Если вы еще не переключились на онлайн, пожалуйста, переключайтесь, пусть Бог благословит вас. Ну что ж, сегодня у нас такая интересная тема. Пастор Юрий Коновалов из Днепра, теперь у вас город называется не Днепропетровск, а Днепр. Откровение есть на эту тему? Ну, хорошее название, больше никаких откровений. Сокращение, потому что Днепропетровск, столько букв писать, теперь Днепр. Очень лаконично и конкретно. Понятно, тоже хорошая новость. То есть, теперь, как бы, короче. Короче, да. Всю жизнь так коротко сокращали. Да нет, а теперь решили сказать. Узаконили. Давайте, давайте сделаем теперь короткое название. Обрежем. Это обрезание. Да. Вот. Или кастрация, что-то одно. Лучшее обрезание. Лучшее обрезание. Разница между откровением и мнением, все равно, что разница между летать и падать. А ты что думал? Ну да. Вот. Летать и падать. Люди имеют много мнений. У всех у вас, у всех поголовное есть мнение. У вас есть какое-то мнение. Вы все любите засеивать мнение. У вас есть мнение по всему. Вот как вас убедили, вот такое у вас и мнение. Есть мнение, что должно быть так, или должно быть так, должно быть так. Вообще, у большинства людей, у всех есть мнение. Это мнение доминирует. Это мнение давит. Это мнение формируется. На это мнение можно повлиять. Мнение можно изменить. Мнение это что-то подвижное, инертное, испаряемое. Мнение, оно не фундаментальное. Но, Юра, когда мы говорим об откровении, откровение немножко совершенно имеет другие качества. Да. На самом деле, откровение это сверхъестественное понимание или переживание каких-то вещей. Вот почему Слово Божье говорит нам о важности откровения. В какой-то сфере из жизни важно, чтобы это слово, эта какая-то ситуация ожила. То есть, есть написанное слово, это логос. А есть рема. Рема, то же самое слово, только которое открылось тебе. Которое как будто ожило. Какая-то ситуация, и ты открываешь Библию, и вдруг читаешь, и ты видишь, что вау, это Бог говорит в твою жизнь. Это откровение. И вот что интересно, написано в книге притчи, 29 главе, 18 стихе. Без откровения, без откровения свыше от Бога. Еще раз, притча какая? 29, 18. Притча, 29 глава, 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Хочу обратить внимание на слово не обуздан, Максим. Наверное, вот это не случайно Соломон использовал это слово, потому что не обузданным может быть жеребец, который постоянно в разные стороны мчится, то туда, то сюда. Он не обуздан, он не знает. Но если обуздать жеребенка, молодую лошадь, то она уже движется именно под тем каким-то направлением, которым хочет, чтобы ее обуздавший человек, он ее направляет, он ее корректирует, он ее останавливает, когда опасность, он ее как бы подбивает, чтобы она быстрее ускорялась. И вот интересное сравнение царя Соломона, что народ, любой народ, любой человек, любые люди, если они от Бога имеют откровение, то есть они двигаются в определенных направлениях. Но если откровения нету, он мечется и туда, и сюда. Ему кажется, что и так правильно, и вот так правильно. Поэтому, когда мы говорим о важности откровения, то здесь очень важный момент, чтобы мы имели эти откровения свыше от Бога. Например, о том, кто ты в теле Христовом, чем ты должен заниматься, потому что быть одновременно всеми занятыми какими-то вещами невозможно. Нужно иметь четкое откровение от Бога. Где тебя хочет видеть Бог? Ты миссионер, ты пастор, ты служитель, ты лидер, ты музыкант, ты бизнесмен. Или кто? Ну, когда человек берет на себя множество разных поручений, он, знаете, как человек-оркестр. И это невозможно заниматься всеми вещами. Пекарь должен печь пироги, сапожник должен чинить сапоги, пастор должен проповедовать, бизнесмен должен деньги зарабатывать для Царства Божьего. То есть, откровение, кто ты в этой жизни, это так важно и необходимо. Ну, давайте так, все начинается с откровения. Вообще, вспомните историю, когда Иисус Христос находился в Матфея 16 глава. Матфея 16 глава. Это, наверное, фундаментальное начало, где мы можем обнаружить разницу между мнением и откровением. Мнения должны быть. У вас есть мнение. Откровение, оно не достигается логикой. Откровение не достигается, вот таким, знаешь, построительным знанием. Когда ты строишь так, если это так, то это так, если это так, то это так, если это так, то это так, тогда вот так. Когда мы говорим об откровении, откровение, это как вот ты пришел на открытие памятника, и вот стоит памятник, покрытый чем-то, ты не знаешь, ну, можешь догадаться, может такая фигура, может быть там что-то... И вот под покрытием закрытой доходятся памятники. Логика не помогает. Ну да, ты увидел там может быть голова сверху, потом что-то еще, наверное, думаешь, наверное, вот это какая-то композиция еще. Но когда ткань снимается с памятника, и памятник выходит наружу, ты сразу, ааа, ты получаешь откровение. И вот Матфея 16 глава, Иисус Христос, я буду читать Евангелие от Матфея 16 глава, и с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии и Филипповы, если вы со мной были в Израиле, вы там бывали, Иисус спрашивал учеников своих, а за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Одни сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию, и за одного из пророков. Существует много мнений, много различных мнений. Они стали говорить, о, тебя ты Иоанн Креститель, Илья, пророк, Иеремия. В общем, мнений было валом. Мнений. Мнений. Они озвучили мнения людей. И дальше он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Они все молчат. 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Вы знаете, интересно, что до этого момента было одно приключение. Одно приключение. Буквально вот так одну страничку вот так назад перелесните. И глава 14, и 33 стих, 14-33. Матфея 14-33. Бывшие же лодки, это когда Петр ходил с Иисусом по воде, вернулись в лодку. Бывшие же в лодке подошли и поклонились и сказали, истина, ты Сын Божий. Это было в лодке, когда был шторм. Когда они видели, он шел по воде. Послушайте, когда было движение, когда было столько силы, мощи. Он по воде идет. Петр идет. Петр тонет. Он вытягивает Петра. Они становятся вместе. Понимаете, столько было мощи, движения, шума, помазания. Теперь они сидят, жарят, наверное, шашлык. Ну, что мужики могут жарить? Из рыбы. Они сидят, кушают рыбу или еще что-то. Откуда в сторонах Кесарии Филипповой рыба? Наверняка там уже рыбы не было. Это возле Галилеи наверняка много рыбы. Хотя, может быть, они с собой взяли несколько рыбешек. И вот он спрашивает, а вы за кого почитаете? Тишина, все молчат. В лодке все поклонились и сказали, что ты сын Божий. Теперь они молчат. Теперь они молчат, думают. Ну, конечно, шторма нет. Чудес нет сейчас. Кто ты? И тогда Петр сидит вот так напрекся. И вдруг ему открывается. Он начинает понимать. Так легко признать Бога Богом. Увидеть Бога в силе, в мощи. Но так трудно получить откровение. И вот он отвечал. Матфея 16 глава. И 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос. Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Благословен ты, потому что не логикой. Плоть и кровь это логика, это мнение. Не плоти и кровь, не чье-то мнение тебе открыло. Не чье-то мнение. Иногда смотришь на ребенка, и у него мнение его родителей. Он рассуждает, что-то объясняет. Логика у него такая, вы знаете, вот это вот так. Смотришь на этого пацаненка и думаешь, ух ты какой ты умненький. И понимаешь, о чем говорят родители в его доме. Так вот, Иисус говорит, благословен ты. Почему ты благословен? Потому что не плоть и кровь открыли тебе. Это не логика, не мнение. Но Отец мой сущий на небесах. И дальше говорит, я говорю тебе, ты Петр. И на этом камне, на откровении, я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее. Аминь. Посмотрите, церковь создается на откровении. Аминь. Необходимо фундаментальное понимание, что церковь это не мнение. Так, давай создадим церковь. У тебя есть административные, у меня есть духовные качества. Будем вместе, сейчас сделаем все, организуемся. Будем служить, проповедовать, соберем народ. Так, уйдем из этой церкви, сделаем рекламу среди их прихожан, пробежимся. На зло старому пастору. На зло старому пастору. Откроем свою церковь. Это нам Бог сказал. Аминь, аминь. И как бы это неправильно. Путь в никуда. Да, это путь в никуда. Абсолютно путь в никуда. Но есть церковь, основанная на мнении. И вот здесь проблема. Церковь должна быть основана на поклонении, на откровении от Бога. Христос есть Сын Бога Живого. Аминь. Еще хочу заметить интересную мысль. Иисус называет Петра Симон сын Ионин. Очень интересно. Симон в переводе тростник. Что делает тростник, когда он находится в состоянии своего ветра колебания? То есть ветер может тростник наклонить. В одну сторону, в другую сторону. Интересно. Знаете, он не случайно говорит, обращаясь к Петру, ты Симон или ты Петр? Петр это камень. Камень это, если он лежит, как глыба. Он непоколебим. Даже под лежащий камень вода не течет. Есть такая поговорка. Симон, тростник, он может менять мнение. Сегодня одно, завтра второе. Иисус не случайно обращается. И называет его сын Ионин. Да, Ионович, его было отчество. Но мы знаем историю с Ионой тоже. Когда Бог ему говорит, следуй Фарсис. Вернее, следуй в этот город Ниневию. Ниневию. А Иона садится в корабль и в точности, да наоборот, едет в Фарсис. И вы знаете, здесь тоже что-то есть очень важное. Когда ты имеешь откровение от Бога, ты никогда вместо Ниневии не поедешь в Фарсис. Здесь очень важно понимать, что откровение от Бога, оно делает нас твердым, непоколебимым. Невозможно, взявши в руки плуг, взирать назад. Надо, не надо. Если ты имеешь откровение от Бога, это сверхъестественное просто переживание твоего сердца. И тебя уже не переубедишь. Ты получил откровение от Бога. Вот знаете, Бог всегда действовал с людьми на этой земле через откровение. Помните, Авраам, Бог ему говорит, оставь Урхалдейский, выйди из этого места идолопоклонства, и я дам тебе новую землю. Он не дает ему ни маршрута, ни времени. Просто Авраам получает откровение. Ты Бог всемогущий. Я последую за тобой. Я все ради тебя готов оставить, потому что я знаю тебя. Я встретился с тобой. Вот такое состояние откровения в сердце человека делает человека сверхъестественным. И Бог очень сильно благословляет людьми, у которых есть это откровение о нем, откровение о призвании, откровение о служении. Тот же апостол Павел, который получил по дороге в Дамаск откровение, что Иисус это не тот, как он думал, сектант. Помните, он шел с таким пониманием, что нужно эту секту христиан уничтожить, искоренить, но Иисус открылся ему по дороге в Дамаск и он увидел, говорит, кто ты, Господи? Говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И буквально с первых секунд встречи с Богом апостол Павел говорит, что повелишь мне делать? Я получил откровение от тебя, что скажешь, готов идти и исполнять. Все созреждится на откровении от Бога, откровении свыше. Ну что ж, давайте так. Мы с вами где-то начинаем сейчас улавливать. Существует два фундаментальных вида знаний. Логическая, мудрость, с которой строится одно на другом. Если это вот это, то это яблоко упало сверху вниз, значит есть притяжение. То есть знания, которые приходят через изучение, познавание окружающего мира, через мнение. Знания, которые передаются. Мы детей убеждаем, дважды два четыре, это всем известно в целом мире. А не пять, а не шесть. Пять и пять, там знаете, как будто даже песенки учили. Двадцать пять. И вот мы всем запоминали. Я уже думаю, ну почему не двадцать шесть? Ну потому что вот так. Такое правило, это логика. Здесь нет откровения. Теперь, когда мы говорим о логике, это очень сильно. Логика очень сильно, она фундаментальна, она нужна в нашей жизни, в отношениях, в работе, в труде. Нам нужны логические выкладки. Но, вы знаете, логикой невозможно просчитать исход сражения Давида и Голиафа. Вернее, логика становится бесполезной. Когда делаешь математический расчет, юноша с камешками, без брони, без стратегии, без опыта военного, идет против профессионального военного великана, бронированного, как против танка, он идет с этим камешком и прыщой, и вот идет на сражение. Логика, ну да, шансов, что Давид победит, ну один к ста. Потому что, в действительности победить должен Голиаф. Но никто не может получить. Здесь вопрос, мнение не работает. Нужно иметь откровение. То есть, когда мы пытаемся логическим методом понять Бога, у нас всегда будут нестыковки. У тебя всегда будут нестыковки. Ты всегда будешь останавливаться. Теперь, нужна ли нам логика? Нужна. Нужна нам логика. Нужно, нужно иметь мысли. Нужно иметь... Все это надо. Но! Все-таки, когда мы с вами говорим о отношениях с Богом, давайте посмотрим, о чем молится апостол Павел. Ефесиным, первая глава. Будьте любезны. Ефесиным, первая глава, 15 стих. Здесь просто апостол Павел пишет о том, что он услышал о том, что у людей есть вера во Христа Иисуса. И молится за них. И вот его молитва. Ефесиным, первая глава, с 15 стиха. Посему я, и я, услышав о вере вашей, о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви его ко всем святым, когда имеется в виду ко всем святым, это не ко всем святым мертвым, а это имеется в виду к служителям, к пасторам, которые служат вам. Услышав о вере вашей и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Чтобы, он вспоминает в молитвах, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения. Откровения к познанию Его. Аминь. Многие говорят, пастор, помолись, чтобы у меня было откровение о следующем лотерейном билете. какой счастливый номер. Или кто станет чемпионом Европы по футболу. Да. Чемпионом в Европе по футболу Украина не станет. У меня есть откровение. И Россия тоже не станет. Проверь. И Казахстан тоже не станет, потому что мы там не участвуем. Вот это сильнейшее откровение и справедливо. Вот здесь это логика, брат. Вот это логика. Я себе сказал, из сколько там, 30 команд? Почти. 30 команд. Ты видишь, ты специалист в области футболу. Я-то, я идолопоклонства не занимаюсь. Так вот, когда из 30 команд ты вопрос, откровение, это не логика. Когда ты пытаешься рассчитать, так, давайте вот эти, наверное, вот эти, англичане, немцы, кто еще хорошо играет? Французы и итальянцы. Вот кто-то из них будет чемпионом. Все остальные, Испания еще. И все остальные, это всего лишь этот самый, статисты. Ну, чтобы, чтобы... Мальчики для битья. Да. Так вот, когда, а мне нет откровения, у меня есть всего лишь мнение, я думаю, что, наверное, эти, а вдруг возьмет твоя Украина и станет. Почему бы нет? Или Россия. Вот возьмут и станут. Кстати, я не слежу за чемпионат. Как там у них дела? Нормально? Ну, так не очень. У вас не очень? У вас тоже. У нас? Ну, ты за Казахстан болеешь, а не за Россию. Казахстан играет, что ли? Казахстану вообще тяжело не попали. Не попали мы. Так вот, смотрите, здесь написано, чтобы... 17 стих. Чтобы Бог, Господа нашего, Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. Аминь. Дал духа премудрости и откровения и познания его. И дальше написано, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых. 19 стих. Как безмерно величие его могущества в нас, верующих под действием державной силы. Вы знаете, вот приходит к тому, что нам необходимо познать. когда приходит откровение от Господа, для нас открываются сверхъестественные, невероятные способности и возможности, которые Бог, через которые Бог открывает нам. В чем состоит надежда призваний, какое славное богатство нас в наследие во Христе, как безмерно величие могущества в нас. Мы верим по державной силе и так далее, и так далее, и так далее. То есть откровение, направленное на строительство отношений с Господом. Аминь. Это очень важно. Откровение помогает. Характеристика. Почему Бог открывается? Это не знание лотерейного билета. Это не какая-то магия, не какие-то фокусы. Это все откровения, которые Бог открывает людям. Смотрите, очень важный момент. Они никогда не будут противоречить Слову Божьему. То есть понять это Бог или это обман, или это дьявол, или плоть, можно очень просто, задав вопрос о том, что это откровение противоречит Библии, потому что сам Бог против себя не может давать откровения людям. Есть люди, которые, знаете, запутались, они заблудились, они в дебри попали в какие-то, знаете, теологические, какие-то свои, эмоциональные. И для того, чтобы разобраться, нужно просто задать один проверочный вопрос. Противоречит ли это откровение Священному Писанию? Если оно противоречит, значит, оно не от Бога. Если оно совпадает, как бы состыковывается с контекстом Библии, то это откровение действительно от Господа, от Всевышнего. И через это откровение Бог хочет открыться вам, как тот, который может реально что-то изменить в вашей жизни. Если помните, как бы если у вас какая-то болезнь, то откровение может быть, что ранами Иисуса вы исцелены. И Бог может через это откровение активизировать вашу веру, благословить вас сверхъестественной мудростью, силой. И та проблема, в которой вы находитесь, она может решиться во мгновение. Скажи только слово, помните, говорил Иисусу римский сотник, скажи только слово и выздоровеет мой слуга. Он говорит, тебе не надо же идти ко мне домой, зачем тебе утруждать, ты скажи слово, я начальник, и если я скомандовал своим подчиненным, то они идут и в точности выполняют все то, это римский принцип армии. Иисуса настолько удивило это откровение сотника, он говорит, что я даже в Израиле прошел практически в каждом городе не видел такой веры. Вот что такое откровение. Римскому сотнику было открыто, что если Иисус скажет одно слово с властью, силою для исцеления больного слуги, этого будет достаточно. И он говорит, просто скажи слово. И знаете, это сработало. Вот пастор Юрий, смотри, говорим об откровениях, давай теперь поковыряюсь, вот есть откровение, давай проверим по Библии. Пришел человек и говорит, пастор Юрий, вот у меня откровение, ты должен поселить меня в своем доме и дать деньги. Вот это откровение от Господа. У меня тоже откровение набрать 0,3 и вызвать в психушку. Это логика у тебя. А почему? Вот, например, люди говорят, у меня есть откровение вот какое-то вот странное, ведь столько же людей, которые в категории откровений всякие чудовые дела свои запихивают и свои идеи чудовые. Чудные дела твои Господа, дети твои чудики. Еще чуднее. Мы не говорим сегодня об этих глупостях, мы хотим как бы сегодня разобраться именно о таких важных моментах принадлежности. Мне, знаешь, приходят люди, вот такую тетрадку исписанную приносят, и откровение прут. Я говорю, это как? Я захожу и начинаю писать, начинаю писать, и рука сама пишет. Это откровение? Что ты делаешь? Тетрадочников встречал? Конечно. Они есть везде. Я вообще в каждом городе эти тетрадочники присутствуют. Почти в каждом Самое главное, да, что Бог как-то напрямую тебе ничего не говорит, а вот через людей, которые... Нет, это тетрадочники. Знаешь, я их уже называю тетрадочники, потому что в каждом городе есть люди, которые сидят и списывают тетради. Возьми ручку и пиши. И это типа, знаешь, они начинают писать. Инструкция для Максима. И там ибо, и так, знаешь, вот эти стези, и вот начинается синодальным переводом, языком синодального перевода начинают они говорить такие странные... И самое главное, что практически ни о чем, то есть нету какой-то конкретики, есть что-то обо всем. Много слов, и ты должен вот сидеть, прочитай внимательно. Это тебе поможет. Я говорю, знаете, вот я же выкину это все. Ты как? Ты против откровения? Я говорю, нет, я за откровения. Я против галюников. Я против галюников. Вот как бы я не буду читать ссори, извиняюсь, ну как бы вот это чушь, как бы Бог так не действует. Но вот вы всегда найдете этих тетрадочников, которые списывают тетрадки не конспекта, а просто вот они сидят вот так смотрят по тлоку и к ним идеи приходят, приходят и эти идеи их захватывают и они вот там откровение такое великое. Мне откровение. Нет, это странно. Конечно, поэтому мы должны, я не хотел бы сейчас эту тему затрагивать, мы говорим о здравых вещах, мы говорим о том, что откровение помогает человеку состояться в жизни, да, кем Бог хочет тебя видеть, да, то есть как бы ты молишься, ты ищешь лица Божьего, например, если ты молодой человек, девушка, и ты в начале пути, и Бог тебе открывает, например, призывая тебя быть миссионером, призывая тебя быть служителем, призывая тебя просто быть политиком или в бизнесе, не важно, какую сферу жизни, и ты действительно фокусируешь как бы это все, весь свой потенциал, все свое время, ты посвящаешь какому-то откровению свыше от Бога, и как результат, естественно, ты добиваешься какого-то успеха, мы не говорим сегодня о каких-то вещах странных, ненужных, бесполезных, потому что все эти написанные на тетрадках для кого-то, откровения, они, как правило, знаете, просто воруют время у людей, силы, эмоции, здоровье, мы говорим о важных вещах, которые действительно помогут сегодня вам, дорогие телезрители, мы говорим о том, что, знаете, откровения, они помогают человеку состояться в жизни, вот, например, апостол Павел, если взять его, как бы, историю жизни, да, он пришел ко Христу через разные негативные моменты, то есть он был ревностным, знаете, таким фарисеем, из рода фарисеев, он был гонителем, инквизитором, христиан, и, знаете, вот, то состояние, даже после его покаяния, я думаю, что оно давало о себе знать, в чем, то есть где-то совесть мучила, потому что он, в принципе, участвовал в гонениях, и когда ты уже на территории другой, с людьми, которых ты гнал когда-то, да, то многие вещи, они, как бы, на уровне эмоций должны были напоминать о его прошлом, и вот одно из его потрясающих откровений, которые мне нравятся, из слова Божьего, это послание Коринфян написано, тот, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое, в этих словах, друзья, заложен, наверное, вот этот смысл, откровение, что все, что мы делали до покаяния, все, что мы ошибки допускали до того, как встретились с Богом, до Христа, то оно отсечено, знаете, это как у ящерицы, когда ее словил за хвост, она отбрасывает хвост своих прошлых проблем, грехов, и убегает, спасаясь уже без хвоста, и вот апостол Павел, видимо, ну это мое субъективное также мнение, он получал подобные откровения, потому что, знаете, приходить к людям, которых ты гнал, которых ты преследовал, которых ты унижал, и делать вид, что все нормально, невозможно без откровения, поэтому он сказал, тот, кто во Христе, тут новое творение, я новое творение, древнее прошло, у меня нет ничего общего с прошлой жизнью, да, я был грешник, я делал неправильные вещи, но я во Христе, я отсекаю всю свою прошлую жизнь ради того, чтобы познать Бога, и тот, кто во Христе, новое творение, древнее прошло, теперь все новое, Бог дал мне возможность написать жизнь чистого листа, я пишу ее, каждый слог, каждую букву, каждое предложение на чистом листе, моя старая жизнь осталась позади, я к ней никогда не возвращаюсь, вот такие откровения важны в жизни людей, потому что, на самом деле, если не иметь этого, ты постоянно будешь мучиться, ты постоянно будешь ходить и думать, а простил меня этот человек, или до сих пор на меня, как бы, обиженный, то есть, вот об этих вещах мы сегодня говорим, в этой программе, и так, мнение и откровение, нужно иметь мнение, но лучше пользоваться откровением, не всегда возможно, не всегда возможно использовать откровение, потому что его нету, но, когда мы говорим об откровении, мы, откровение происходит из невидимого, помните, как, что написано, по-моему, это написано, сейчас вспомню, евреям 11 глава, 6 стих, Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, вот так, по-моему, написано там, Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, евреям 11 глава, 6 стих, Когда Ной получил откровение о строительстве ковчега, он приготовил ковчег спасения для дома своего, он приготовил ковчег для того, чтобы спастись, но это было очень практично, но все-таки откровение о том, что еще не было видимо. Для многих людей очевидные вещи, ой, это такое откровение, это очевидно, когда мы говорим о невидимом, вот здесь нужно откровение, без откровения вот никуда не пойдешь, это недостатка видения, гибнет народ мой, недостатка видения или видения. Давид однажды тоже в битве с Голиафом, чем он был движим? Он был движим откровением, пастор Максим сегодня говорил о этой битве с Голиафом. Откровение в чем? Этот необрезанный язычник так поносит войско Господне, мы, что такое необрезанный, это человек, который не в завете с Всевышним Богом. И Бог дал откровение Давиду, что если я, Давид говорит, побеждал льва, медведя, если я в своей практической жизни достигал даже таких небольших побед, то сегодня на самом деле, если у меня есть откровение от Бога, что тот, кто во мне больше того, кто в этом мире, я смогу победить и этого Голиафа. Аминь. Драгоценные, мы с вами... Переключите камеру, пожалуйста. У кого-то есть телефон заработал. Знаете, когда мы смотрим на откровение, откровение это что-то фундаментальное. Ну что ж, я молюсь, чтобы вы получали откровение. Получите откровение и когда вы получите откровение, тогда вы, благоговея, сможете приготовить ковчег для спасения дома своего. Нам нужно откровение. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, вот в этом эфире мы прикоснулись к маленькой толике вида знаний. Есть логос, есть рема. Да. Логос это логичная, написанная, фундаментальная постановка, стоит одно за другим. Когда мы говорим об откровении, что там, в телефоне кто-то пишет? Не, не, не. Будильник заработал. А, будильник заработал? Завел часы, да. Сработало, без откровения. Ты в 6 утра. Завел и сработал. У меня, кстати, будильник на 6 утра стоит. Я всегда просыпаюсь в 5.30. Тоже по откровению или... Не знаю, по старости. По привычке. По старости. Старость не радость? Старость радость. Радость. У меня старость радость. Так вот, иметь мнение и иметь откровение. Я хочу, чтобы Господь мне дал откровение. Мне нужно откровение. Мне нужно рема. Конечно же, мне нужно и логос. Это фундаментальное знание, которое передается, которое ставится, которым мы живем. Это фундаментальное знание. Но когда мы говорим об откровении, откровение это сверхъестественное. Это войти в зону невозможного. И быть в Божьем присутствии. Мы молимся за вас, драгоценные, чтобы вы получали откровение. Пусть Бог благословит вас. Боже всемогущий, мы простираем руки свои и благословляем каждого человека. Именем Иисуса Христа. Мы говорим благословение. Да пребудет благословение с вами. Да явит Господь милость свою. Да откроет окна небес над вами. Да и зальет от Духа своего на вас свое благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Юрий Коновалов. И мы благословляем вас. Аминь. Вы знаете, когда у нас, я хотел бы сейчас вам сказать пару слов. Когда, включите эту камеру, пожалуйста. Когда я получил слово открыть телеканал, это, конечно, было откровение. Но после этого откровения, когда Бог мне проговорил открывать телевидение, пришло рассуждение, логика, поиск того, другого, третьего. И через это, через поиск я нашел. Но в начале инициатором всего было слово, откровение, если есть в корне откровение, откровение о ситуации, о времени, откровение о том, что еще не видимо. То потом включается уже логос и приключается слово, которое придет через познание, через изучение. Аминь. Мы молимся и благословляем вас. И я хочу, чтобы у вас было и логос, и рема. В наших передачах вы получите много логоса. Но каждому из вас необходимо однажды встретиться и через рема познать Господа Иисуса Христа. Аминь. Хранит вас Господь. Благословляем вас именем Иисуса Христа. Будьте благословены. Пока всем. Редактор субтитров А.Семкин